Более 70 жителей поселка Новокручинецкий до сих пор остаются отрезанными от цивилизации. В школу, на работу и даже за продуктами они вынуждены ходить вот по такому вот мосту. Деревянный настил с огромными расщелинами, качающийся под ногами, ни одного поручня и глубокая река внизу. Это не экстремальный аттракцион, а часть пути на большую землю от улицы Заречной. По задумке здесь должен быть новый висячий мост через Ингаду, строительство которого планируют завершить 1 сентября этого года. Но последнее, что сделали строители перед тем, как покинули площадку, установили запрещающий проход пешеходов – знаки. Нынче пообещали на мост построить долгожданный. 25 лет ждали, ждали, но вроде бы строительство началось, и тут же уже обрушился этот новый мост уже. Не знаю, кто прав, кто виноват, кто причинный. Обещали, чтобы на навигацию ходить спокойно, но как получилось, вы видите, уже знак повески, проход запрещен уже. Мы всякими правдами и неправдами перебираемся. Потому что на работу нужно и в школу ходить, и в детсады, и в больницу всем попадать надо. Строительство моста началось в октябре прошлого года, но все пошло не по плану. Недостроенный мост провис до поверхности воды, оторвав от земли бетонный противовес на левом берегу Ингады. Строители тракторами натянули сооружение, придавили оторванную конструкцию бетонными блоками и сняли дощатый настил, чтобы уменьшить ее вес. В таком подвешенном состоянии мост находится уже почти неделю. Вот я смотрю на арматуру, она даже нигде не схватена. С основным бетоном, на котором сейчас стою на площадке. И тем нет, не знаю, качество или не качество. Берешь руки, он от лица. Его можно руками разрушить, но не знаю, что это получается. Мне кажется, не качество, и арматура между собой вообще не связана. Мы ее так навтыкали, ее для вида видеть. Не знаю, кто как рассчитывал, рассчитывал, кого-нибудь тут делал. Но тут живым глазом видно, что нет никакого соединения между плитой основной и торсовой. Более четверти века назад здесь была и паромная переправа, и капитальный мост, по которому еще во времена существования деревообрабатывающего комбината переправлялись через реку груженные лесовозы. После ликвидации предприятия мост сожгли. Так и остались 18 домов, отрезанными от поселка. Но глава городского поселения Вера Шубина уверяет, без переправы жители не останутся. 18 миллионов рублей, выделенные из краевого бюджета, потратят по назначению. То есть сейчас есть время все это исправить. И вот в рамках своих полномочий я уже заказала экспертизу, о причинах говорить не буду, потому что это уже дело экспертов. Единственное, что скажу, что сейчас проектировщики, они сейчас уже нашли оптимальное решение данной проблемы, и мост будет исправлен, восстановлен. Новый мост длиной 170 метров задумывался в том числе как автомобильный, но похоже, что сейчас он обрушится даже от веса пешеходов. Стоит ли говорить о том, что почти сотня местных жителей не рассчитывает дождаться пожарную машину или скорую, и надеется только на авось. Иван Тимофеев, Владимир Николаев, ЗАПТ-ТВ